То, что мы сейчас наблюдаем, уникальная операция не только для нашего города, но и для всей страны. Нейрохирурги удаляют очаг в головном мозге, из-за которого у пациента возникают приступы эпилепсии. Операция ювелирная. Через небольшой надрез врач добирается до нужного участка и производит резекцию. Чтобы показать ивановским медикам, как проводить такие манипуляции, в город приехал главный нейрохирург страны Владимир Крылов. Пациентка на операционном столе – молодая женщина, 37 лет. Ее давно наблюдали врачи. Лекарства от приступов не помогали. Благодаря МРТ и электроэнцефалограмме удалось выявить очаг поражения. После операции ее ждет наблюдение у эпилептолога и прекращение приступов. Можно начинать новую счастливую жизнь. Мы хотим создать условия для нормальной социальной жизни этой пациентки, чтобы эти приступы полностью проходили. Эффективность вмешательства составляет примерно 70% в течение первого года. На самом деле это высокий показатель эффективности. Из 10 у 7 мы можем достичь полного контроля над приступами и полностью вернуть в социальную жизнь этих пациентов. Эпилепсия – страшная болезнь. Из-за приступов, которые могут происходить несколько раз в день, человек не может нормально учиться, работать, жить. Обычно ее лечат медикаментозно. Но ряду пациентов такая терапия не помогает. Для них остается единственный вариант – операция. Хирургическое лечение показано 20-30% пациентов с формокоррестентной формой эпилепсии. Поэтому я говорю, что тут очень многое зависит от невролога Александра Евгеньевича, когда он выставляет определенный диагноз, проводятся определенные дообследования на дооперационном этапе, которые уже позволяют подтвердить зону начала приступа. Эпилепсия – болезнь молодых. Средний возраст пациентов едва за 30. А встречается она часто – 3 человека на 1000 населения. Потребность в таких операциях невероятно велика. Их в нашей стране производят всего 700, и то в столице. А нужно 5000 по всей стране. Поэтому перед медиками важная задача – создать в разных регионах центры, в которых есть все ресурсы для таких операций. Ивановская областная больница подходит. Квалификация врачей позволяет. Большая часть оборудования есть. Здесь хорошо подготовлены нейрохирурги. Оснащение операционного блока достаточное для того, чтобы проводить операции самого высокого уровня. Наша задача – создать условия взаимодействия между неврологами, которые занимаются проблемой диагностики и ведения этих пациентов с нейрохирургами, для того, чтобы создать некие такие консилиумы для отбора пациентов на подобные виды хирургического вмешательства. Создав из площадки областной клинической больницы города Иваново некий такой центр хирургии эпилепсии для Центрального федерального округа. Чтобы сюда могли приезжать пациенты, мы могли бы оказывать нормальную, высококлассную, высокотехнологичную нейрохирургическую помощь в регионе. Оперировать будут за счет средств ОМС. Себестоимость одной такой операции – около 240 тысяч рублей. Я надеюсь, что у нас все получится, и пациенты с тяжелейшим формой эпилепсии, не поддающиеся медикаментозному лечению, будут лечиться у нас в областной больнице. И я абсолютно уверен, будут приезжать и другие регионы, если это все выстроится в нормальную цепочку. Хирургическим путем лечить эпилепсию начали недавно. Направление стремительно развивается, и благодаря доктору Крылову у Ивановой есть шанс стоять у истоков этого большого пути. Лечение эпилепсии – важный социальный проект для всей страны. Медики говорят, что одна из симфоний Моцарта помогает снизить частоту приступов у пациентов. Другая, уже медицинская симфония от доктора Крылова, прозвучавшая сегодня, должна эти приступы исключить вовсе. Субтитры создавал DimaTorzok